Добрый день, здравствуйте! Наконец-то продолжается у нас противостояние в ССГО, КАП, первая квалификация, финал! ФИНАЛ! И для тех, кто не слышит, для тех, кто только что захотел спросить, а? А? Это финал, дамы и господа, это финал. Кто выигрывает, тот и выходит в большие квалификации, гранд-квалификации, закрытые квалификации. Назвайте это как хотите, но стадию плей-офф они уже прошли, поэтому какие-то такие. Дамы и господа, Дэвиус, Светмид, карта Инферно, 0-0, смотрим. Пошло движение, минус фейс в миде, Светмид Рока убивает его, и огромным скопом парни полетели, понеслись, непонятно пока что куда, но весь выход, кажется, движется на точку А. Подождали поджима обоюдного парня Дэвиус и Светмид, первые этого не дождались, пошли сами на рожон, но и в итоге Оглаков на ближней дистанции получили счет 1-0. В пользу команды Светмид должен у нас быть, и последний игрок третьей позиции Ксенон у нас движется в направлении точки А. Кстати, у него АИМ очень неплохой, но я думаю, что в этой ситуации, да, в этой ситуации он, конечно же, получает по рогам, и счет становится 1-0 в пользу вкусного мяса, там, сладкого мяса, называйте это как хотите. Дэвиус делает форсбай, не мудрено, что после таких раундов, проигранных первых пистолеток, обычно это и происходит, еще раз посмотрю, все ли у меня нормально работает, да, снизил немножко битрейт, чтобы у некоторых не лагало, но у меня почему-то не лагает, не знаю, почему у вас лаги, но у меня как таковых лагов не имеется. Поджим точки Б, по банану Фейс проходит глубоко вперед, игрок нулевой позиции Рока этого не должен был слышать, и в итоге, я думаю, что там позиция у игрока пятерочки будет очень-очень неплохая, вместе с Ксеноном они должны тут кого-нибудь будут, да, и убивать. Смотрится бойлер, смотрится он в упоре, игроки 6-7 позиции атаки находятся у нас здесь под балконом, смог налево, проход направо у нас должен будет происходить, очень красный, у нас база, флешка никакая, ну и нужно смотреть everything, SMG, да, есть минус по нему, разваливается у нас точка полностью, игрок четвертой позиции все еще здесь находится, если не по нему информация, да, вроде бы была, Фостер его убивает хедшотом прострелом через ящик, и в итоге игрок третьей позиции Ксенон, у нас остается один-одинешник. В итоге экономический раунд, очень хороший для игроков SweetMid, потеряли они мало игроков, ну и думаю, что он вчетвером они останутся живы, правда, по одному выстрелу у нас Вилди, и он все остается, нет, Рока его убивает, и это 2-0. Экономический раунд, полный экономический раунд, тут 5Б, оооо, тут движуха, тут просто движуха Пепси, посмотрите, что творится, 1, 2, 3, 5, 10, ну и из-за того, что горел молотов, Фостер не смог здесь выйти, но в итоге все получилось, как получилось, очень даже хорошо для игроков атаки, SweetMid малой кровью забирают третий раунд, ну и сейчас у нас будет уже бай в исполнении Девиус, посмотрим, что они сделают. Глубокое построение атаки у нас сейчас у игроков SweetMid, не занимают они полностью банан, точно так же, как и не занимают банан у нас сейчас игроки Диффенса. Очень трудно вот в плане Диффенса сейчас ребятам, потому что они, ну, просто-напросто не знают, что происходит на банане, в то время, когда уже 4 игрока, даже 5, находятся здесь ближе к коврам, Фостер должен будет давать сюда флешечку на выход, ну и игрок первой позиции, мне кажется, будет в растерянности, что же произошло, хорошая флешка ему в лицо, все вкатали блайнди, но Факса приемщика очень неплохая, первый, второй, третий на него как десантники и четвертого забирает Факса. Отметили день ВДВ, паузу просят ребята, а как поставить паузу, если честно, не знаю, Фейс уже присоединился к террористам зачем-то, я паузу, к большому сожалению, поставить не могу, ребята ее сами должны ставить, поэтому тут в этом плане уже ничего не поделаешь, паузу ставить я, наверное, не могу. Ну, в общем, все, все пришли, все на месте, как ребятам объяснить, что паузу мы не можем ставить, я не знаю, но, в общем, как есть, так и есть. Where are you, admin? Так Фейс же вроде успел прийти, вроде бы он успел закупиться, не знаю, но тут ВЛД убивает уже базу. Пошла у нас дальнейшая перестрелка, в Синону большие проблемы на банане, Фостер его убивает, также убивает здесь энш еще и Эврифинс Симс Гуда, очень плохой выход везде и поджатие всех основных поинтов. В итоге Фейс у нас остается один на банане, его минусует Фостер и последний факсер у нас остается один-одинешник. К большому сожалению, плачущая панда ему здесь совершенно никак не поможет, это будет еще 4-1, потом еще экономический раунд, это будет беда. Что Фоксер будет сейвить свой снайперский девайс, попытается он это сделать. Так, сейчас я немного свернусь. Ну и Фоксер сейвит. Все гранаты, киты, второй армор, довольно-таки неплохо. Ну и денег, само собой, разумеется, нету. Правда, дроп можно дать, Фейс сам закупится. Да, 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 это полный бай, нормально, в принципе, есть снайперская винтовка у Фоксера. Бам, по ноге кто-то получает, это был Фостер, там еще другой снайпер контролил эту позицию, но Фоксер решил дальше не выходить уже и получилось, как получилось. Девиусы начинают очень неплохо, дают неплохой дэмэдж по игрокам. Фостер, флешка в миддл, подвыход вилди. Ход выходит, но снайпер его минусует. Здесь Кори, неплохой выпад налево. База уже там разменивается, Ксенон бежит с б-точки. Ну и ситуация очень плохая для свитмид, потому что по хп они просели очень-очень жестко. Энж выходит у нас с ковров, попытается словить хороший тайминг для себя, но ловит тайминг не очень хороший. Прилетает туда еще и граната, но, правда, она такая себе несуразная, уже успел Энж убежать. В итоге выход будет на точку А, как я понимаю, да, ух ты, Фоксер, если бы сейчас стрельнул, то, конечно же, он убивал Барокко, потому что тот был у него на прицеле. Два снайпера схлестнулись, но в итоге ничем это совершенно не закончилось. Время есть еще уйти на точку Б, на одного одиношенького игрока, который здесь вот купается фонтанем, как на день ВДВ, так и он здесь решил. Трясет прицелом, непонятно вообще для чего он это делает, с ума сходит немного, но парни с такой же стороны решили все-таки засейвить свои девайсы, дабы нормально закупиться уже на следующий раунд. В принципе, решение более-менее верное. Ну и снайперскую винтовку тоже терять неохота. В итоге 4-2. И все самое интересное впереди. Это финал, друзья. Это самое жесткое, что было за два дня, вот встретилось сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что? Пока что тишина, все потиху продвигаются в сторону точки Б. Посмотрим, какой прием будет от Ксенона. Посмотрим, какой прием будет от Фейса. У Ксенона нету гранат, точно так же, как и у Фейса. Это большая проблема для всех. Смаком одного отрезали. Второй уже от флешки отошел. Фейс что, завис? Да, Фейс завис. Фейс завис. Это очень печально. Он там мог собрать капусту. Ну и прострел практически срабатывает. Ксенон, правда, поздно очень начал шить. Поэтому идет выбивание уже в ситуации 4-5. Очень плохо сейчас все будет, наверное, для игроков атаки. Точнее, диффенса, потому что у них тут явно большие проблемы. Все в флешках. Не понимает никто, что происходит. В итоге остается 2 игрока. Девиус, который сейчас будет сейвить свои девайсы. Смысла тут уже воевать совершенно никакого нет. Прошивает еще кори здесь Факсера. Ксенон утаскивает снайперскую винтовку. Ну и хотя бы ее он должен точно засейвить. В итоге 5-3. Такие качели-карусели у нас на карте происходят. Ну и браво, скажем, свитмид. Которые без единой потери берут этот. Которые без единой потери берут этот. Ну что, как-то игра у нас так подуспокоилась, я смотрю. Есть снайперская винтовка у Факсера. Есть неплохой бай в его исполнении. В общем, есть на что посмотреть. Ну и база в упоре смотрит ковры. Очень неплохо, интересно. Ну а everything seems good. Убивает Року в миде с чешки. Да, вот знаете, сначала понерфили 5-7. Тек-9. Вот тут и чешку теперь скоро, наверное, понерфят. И все пистолетные будут таковыми, что уже ничего сделать никто не смог. Ну что, неплохой размен получился в исполнении Дэвиус. Они остаются в большинстве. Правда, есть один не мобильный девайс. Это снайперская винтовка от Факсера. Фостер никого не видит слева. Но нужно уже смотреть направо. Да, он там кого-то вроде бы как заметил, но... Ретейк пока что не спешит. Все ждали третью позицию. Все ждали снайпера, который перетянется сюда с банана. Он подбирает снайперскую винтовку. Все откидывают гранаты. Фостер убивает первого. Толеблайнди убивает фейс второго. Ну и Фостер остается последним на коврах, который также умирает. Фостер оформляет килл. В итоге 5-3 становится счет. И... Вот как-то так. Да. Качели-карусели. Что ни раунд, то сказка. Пара-парапан. Ну что, на бай опять же у Светмит. Некоторое количество денег у них имеется. Жестко. С Фостером тут война. Отличная позиция здесь у Факсера. Посмотрите. Ну и Энж такое чувство, что... Эту позицию чувствует. Нет, в принципе, Энж там постоянно так стоял. Я это вот помню из его предыдущих игр. И как только он начнет здесь спускаться, вот посмотрим, что произойдет на самом деле. Давайте я уберу Икс Рей. Вот мне реально вот интересно посмотреть, что произойдет. Пока что все друг друга ждут. Факсер оттягивается назад. Ну и... Энж начинает потихонечку выходить дальше. Да. Ну тут все. Вроде бы разминулись. Вроде бы все хорошо. Флешками в мидл откидывают сейчас Факсер и компания своих оппонентов. Ну а те, в свою очередь, занимают мидл. Правда, это будет фейк. Восьмая позиция останется, скорее всего, на люрке. Это будет тот самый Энж. Молотов сюда. Молотов туда. Слушайте, чтобы его нигде не поджали. Ну и в итоге выход на пятерку и тройку. Это фейс. Ксенон. Главное, им сейчас не опростоволосится. В принципе, позиции более-менее адекватные. Смог туда, смог сюда. Фори, конечно, здесь должны убивать. Костер. Зажим очень неплохой. Но Ксенон убивает только одного. Посмотрим мы за фейсом. Даст ли он установить бомбу. Потому что тайминги очень и очень поздние. Прошивает. Чуть-чуть не туда он. Посмотрите, все патроны над головой. Последний Энж у нас остается. Против сразу же троих игроков. Ну и зря он попалился. Потому что даже в его сторону никто не смотрел. 5-4 становится счет. Бомба была установлена. И только троих. Как сказать, только. Двоих, точнее, теряют игроки Девиус. Поэтому экономика более-менее у них сохраняется в нормальном виде. Так что все в порядке. Две снайперские винтовки. Три автоматических девайса. Против, посмотрите, форсбая. Против форсбая игроков Sweetmead. Интересно будет на это посмотреть. Выход очень быстрый. Сюда в мидл. Посмотрите, будут давить сейчас Факсера. Отличный фаззум по Фостеру. Ну а парни уже зашли. Посмотрите, на точку А. Чешки работают. Как же так Факсер там не увидел своего оппонента. Есть минус. Есть еще один минус. Есть еще один минус. Факсер блестяк. Факсер блестяще отыгрывает свою позицию. 4 килла оформляет и дефьюзит бомбу. Игра в его исполнении просто феноменальна. Факсер красавчик. Не скушевался. Сделал первый фраг с АВП. Отошел на свою позицию. Ну и сделал все, как полагается ему. Браво, брависсему. Факсер, ты большой молодец. Есть у него спаун. Посмотрим, как он будет реализовывать сейчас свою снайперскую винтовку. Возможно, в миде кого-то щелкнет. Ну, глянем. Да, флешка, конечно, в миде прилетает. И там уже выход пошел на точку Б. Фаст-выход. Все в молотовых. Все горит. Подсадка моментальная сюда идет на цветы. Ну и, видимо, остановилась. Остановилась эта атака. И первая и четвертая позиция уже прибежали сюда на точку Б. Но, как мы видим, рано спохватились парни. И все обратно возвращаются на свои места. Флешки. Под Б. Растянулась у нас, видите, атака. Контролирует все участки карты. Ну и все-таки выход будет у нас под точку Б. Семерка действует просто великолепно. Люрк получился из него очень-очень хороший. Пятерка стянулась, как мы видим. Ну и пошла жара. Пошла вода горячая. Везде смоки. Бомба должна быть установлена. Энж прошивает смок. 23 секунды поздние тайминги. Лежит у нас бомба. Зачем Фейс забирает снайперскую винтовку? Я понять не могу, потому что она здесь совершенно бесполезная. Ну и Факсер убивает, посмотрите, Фостера. Да, минуса отличные. Минуса хорошие. Бомба до сих пор не установлена. Везде откидываются флешки. Флешки на кафель. Туда-сюда поехали. Факсер пытается кого-то прострелить здесь. Но, видим. Бомба была установлена. Да и с Витмит в принципе разобрались. В итоге все получилось как получилось. Деньги более-менее у Дэвиус имеются. Но вот это вот Калаврат. Да, видите. Вот, который я вам сейчас показываю. Он хоть когда-то да и должен прекратиться. 12 фрагов настрелял у нас Факсер. Фостера 11. Неплохо парни идут. Равная игра. Конечно, есть определенного рода ошибки. Но в целом парни сражаются как умеют. И опять же, две снайперские винтовки. Факсер, Ксенон. Два трактора. Everything seems good. И база. Ну и Фейс. Играет у нас с Кальтом. Ну а в свою очередь у Светмит. Посмотрите. Интересный очень сетап. 4 АКМа. Снайперская винтовка. Деньги у них имеются после поставленной бомбы. В итоге Фостера убивают здесь на банане. Фейс постарался. Восьмая, девятая позиции у нас располагаются в коврах. Действуют они в паре. Ну и смотрим мы за двойкой. Трактор в упоре. Видит. Здесь Энжи перестреливает его. И ситуация 5 в 3. Вот и какие тайминги. Хорош Факсер. Ключу безыск. Икс Рея. Пока что ничего нет. Пятерка уже выходит в спину, как мы видим. Ну и девятка также убивает. А 6-6. 6-6. Такая принципиальная борьба. Беспристрастная. Экономический усвит мин, кстати. Только сейчас заметил. Друзья, извините, отвлекаюсь очень часто. Параллельные работы тут пишут. Не дают мне им покоя. Ну, что с этим не поделаешь. Ладно. Как есть, так есть. Теки. П-250. Сейчас на коврах. Упор. Туда, конечно, не нужно выходить совершенно игрокам. КТ-стороны. Потому что они полностью будут развалены. Флешка в мидл непонятная. Там все равно она никого не ослепит. Все парни только-только начинают подходить. Ну, и пошел выход. Две флешки в мид. Не слепой у нас everything. Два кила уже оформляет. Три. Ну, и энж все-таки ставит. Все-таки ставит. Семь по голове. Ну, и в итоге Синон его сразу же минусует. 7-6. Браво. Семь по голове. Синон расправляется со всеми. Это должен быть счет 8-6. В любом случае, энж тут ничего не сделает против всех своих соперников. Тем более, что база уже, посмотрите, в какой позиции находится. Он уже в перемычке. Можно было посмотреть в обратную сторону. Но его здесь энж поджидал. Флешка хорошая. Слепляется раз в троих оппонентов. Но те не промах, те убегают. И нужно здесь еще энжи добивать будет. Да, 8-6. Денег на последний раунд у Светмид нету. Это форсбай. Наверное, у кого-то хватит на трактор. Но все-таки они не решили избрать такие девайсы. И решили взять полностью пистолет. АП-250. И теки, чешки, дигл. В общем, полный набор. Ну, и также имеется хорошая полноценная раскидка гранат. Поэтому теоретически тут может быть либо 8-7, либо 9-6. Но еще устраиваю щиту и другую команду. Хорошая игра в исполнении всех. Ну, а тут, как всегда, по стандарту. Две снайперские винтовки. У игрока первый. И четвертой позиции. Факсеры базы, соответственно. Ну, здесь у Факсера, конечно, такая трудная позиция. Тут в голову очень, ну, будет проблематично попасть. Я вам скажу. Одна сверкнет где-нибудь и все на этом закончится. Но вот Фейс занял опять свою позицию. Излюбленного, какую он любит. Ой-ой-ой. Посмотрите, что происходит. Натыкается на него один. Второй. Пошел выход моментальный на точку B. Где здесь у нас потерялся ксенон. На точке B уже он имеется. Находится все в порядке. Ну, а Факсер штампует фраги. Первый. Второй. Третий. Ну, а здесь игрок в девятой позиции. Его уже из бойлера хотел убить. Но тот просто-напросто разворачивается. И убивает его отличным фаст-скопом. В итоге 9-6. Гудхалф. В любом случае мы тоже напишем. Прекрасная игра в исполнении ребят. Ну, и очень такой стандартный счет, да, для всех коллективов, для всех команд игроков. Бусарик тоже все-таки возьмет первую пистолетку. Конечно, Дэвиусы должны брать. Светмиты тоже должны, обязаны брать. Потому что, если Светмиты берут, то это уже, как бы, теоретически ничья. А если Дэвиусы берут, то это уже отрыв будет полноценный. Ну, и посмотрите. Посмотрите, какой за шквар. Как Дэвиусы бегут очень быстро на точку B. Не оборачиваясь, зажимая игрока, который находится у нас на гробах. Everything's Team's Good у нас находится на позиции отыгрывающего сзади. Ксенон прошел уже здесь. Воюет против всех. Ну, и Энж остается последний. Вот так вот. Ага, первый минус имеется. Бам! Факсер ему ставит хэдшот. 10-6. Браво! Прекрасная игра в исполнении того другого коллектива. Ну, вешают парня очень неплохо. Ну, что же. Свидмит, форсбай. Так, свернусь я немножко подлагнет. Сейчас, одну секундочку, извините, дамы и господа, дорогие друзья мои хорошие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, все. Развернулся я обратно. Ну, и будем смотреть, что нас ожидает дальше. Выход под точку А, скорее всего. Да, так и есть. Вилди принимает здесь базу неплохо. У Фостера есть чешечка. Фостер, кстати, это был. Вилди до конца не добил своего оппонента. Ну, и в итоге что? Игрок третьей позиции должен сыграть в люрка, мне кажется. Ну, нет. Все-таки в четвером решили выходить на точку А. Главное, чтобы это не было какой-то проблемой. Для ребят из атаки. Потому что тут можно получить по шляпе очень неплохо. Нет, тут не получается. Правда, Фостер, посмотрите, с плента забирает сейчас фейза. Хорошо. Вилди дает информацию о том, что тут уже пробрался плент. И в спину, посмотрите. Вилди не дожимает своего оппонента. В итоге у Факсера очень маленькое здоровье. Ну, и Ксенон остается последний. Бомбу он тут, наверное, даже и поставить не успеет. Его со всех сторон загоняют. И вот он, Форсбай. В исполнении Sweet Meat. Пожалуйста, получите, распишитесь. Все вышли на точку А. И за это очень сильно поплатились. В итоге в ответку Форсбай, конечно, парни делать не будут. Потому что у них денег и так не имеется. Но вот им нужно закупаться будет в следующем. Ну, что у нас по табуляции. 19 на 6 Факсер. 5 на 13 база. Нужно срочно человеку менять никнейм. Потому что, зная по себе, я тоже всегда подписываюсь база. Ну, у меня все это от фамилии. Ну, это приколюха. Реально приколюха. Плохая игра привязывается к плохому никнейму, да? Два девайса в миде. Сейчас будут отрабатывать по позициям Бойлера, наверное, и прочего. Что у нас тут фейс? Что это за Майнгеймс? На счет 3 выскакиваем, да? И ничего не получается. Фостер. Хорошо работает. Отличный хиршот по Роке. Бам-бам-бам! Факсер. Минус по Фостеру. Ну и последний он остается. Бежит уже на банан, конечно. Если он здесь набреет игрока девятой позиции, то все будет у него хорошо. Так. Что вы что вы? Посмотрите, какая пере... А-а-а! Посмотрите, какая перестрелка. Очень забавная. Да, ну что. Включаем мы X-Ray, наверное. Берем X-Ray. Посмотрим, как он будет всех находить. Нет, ну тут он бежит с ножом. Конечно, шансов у него вообще немного кого-то было найти. В итоге, как мы видим, счет становится 10-8. Ну и теперь нужно закупаться, уж точно, Девиусом. Если они хотят как-то переворачивать эту игру. Потому что видим, что с Витмит набрали обороты. Ну и за Диффенс у них получается играть гораздо-гораздо лучше. Взяли они Форс, перевернули игру. Вот этот вот. Взяли они раунд антипистолетный. Раскидка, посмотрите, банана очень-очень неплохая. Тут вообще бы никто даже не прошел. Танкиют даже. Ну и в Уфор поставили Фостера, который уже получил очень неплохо. Посмотрите, 9 хп у него остается. Я думаю, что это вообще не жилец. Если он там даже кого-то убьет, то это будет чудо. Аплент забетонирован нормально. Правда, два игрока тут слева смотрят. Интересно. Одного Кори оставили в больших песках. Ну и что Факсер? Что у нас Факсер? Смог налево. Че он крутится? Че он вертится-то? Или он хотел подсадки? Да, он хочет здесь подсадку. Ого. Ого. Вот еще один фраг неплохой. Нормально Дэвиусы тут заходят. Посмотрите в плен. Ну и теперь Билди и Фостер будут сейвить, потому что у них очень мало хп. Получится у них засейвить или нет, я не знаю, но все бегут их выбивать, как мы видим. Ну и вот эти два раунда, которые они взяли подряд. Отличная флешка от Ксенона в свое время. Вот эти два раунда, которые они взяли подряд, они, наверное, и закончатся на этом. Ну, теперь я могу с долей 100% вероятности сказать, что так оно и будет. Но факт остается фактом. Дэвиусы большие молодцы. Переломили ход сражения. Если сейчас они даже заберут еще эти два девайса, то будет вообще-то все очень шедеврально. За тройкой еще трактор, но его тоже, наверное, выбить проблем не составит. Он взрывается, тройка делает липот, ну и получает еще в жбан от Ксенона. 11.8 и денег нет у Светмид. Зачем покупать АВП от Вилди, не понимаю, но да, он тоже его не покупает. Все П-250 и будут пытаться как-то сражаться. Есть, наверное, заготовка. Если две флешки у Вилди, то это, наверное, заготовка все-таки под ковры. Да, на отход. Вот как-то что-то вот в этом роде. Зачем там Вилди стоит с флешкой, я понять не могу. Но дело, как говорится, его. Что у нас в Коре? Коре стоит на информацию. Здесь в упоре. Прибегают уже к нему. Рока, струда полная. Ксенон. Подсадка тут также имеется. Четыре игрока тусуются атаки под точкой у нас в Д. Ну, идет выход. Ой, отличная граната. Everything убивает сейчас Энжа. Бам. Бам. Ну, хорошо. Нормально, отыграли против экономического раунда. В принципе, так быстренько зашли на точку Б. Не поотдавали девайсы. Самое главное, деньги более-менее кое-какие сэкономили. Если они сейчас проиграют этот раунд, то в следующем у них будет закупочный. Ну и снайперская винтовка. Появляется у Рока. Посмотрим, что он придумает. Убираю я X-Ray. И ничего он не придумает, потому что фейс ему просто ставит жесткий головошот. Тот даже навести прицел не смог на последнего. И в итоге все получилось как получилось. В меньшинстве. Начинает у нас этот раунд представители диффенсом. Да, Дэвиус мчатся вперед. Почувствовали они кровь. Хотят они выигрывать. Хотят побеждать. Выходить. В основной этап. АО Капа. Фейс. Факсер. Ну, тут все, в принципе, понятно. Тут развал кабинетов. Правда, Энж не согласен. Набивает базу. Здесь в проходе на сети. Бомба установлена. И что ждет Энж? Энж ждет. Когда развеется смок. Смок развеялся. И парни идут на ретейк. Точки нет. Решили они засейли. Одно из правильных решений они сейчас принимают. Потому что денег у ребят вообще совершенно нет. Посмотрите, 100 баксов на кармане. Поэтому такие вот дела. Смок развеялся. 13.8 Научились ребята брать паузу. Это не может не радовать. Sweet mid знает, какие правильно кнопки нажимать. Сейчас кое-какие действия предпримут. Все-таки решили закупиться. Но если они проигрывают этот раунд, то они в целом, наверное, даже проигрывают игру. Потому что по такому стечению обстоятельств... По такому стечению обстоятельств у них денег не будет на последний раунд. Совершенно. Пара-папам. Пара-папам. Продолжается игра. 5-7 уроки. Вообще не могу играть с 5-7 я лично в CS. Для меня это реально смерть какая-то. Ну, патроны сейчас начинают лететь просто не сюда. Поэтому проще взять чешку. А игроки решили подзанять точку B. У нас здесь сначала втроем. Игру к 7 позиции уже стянулся. У нас ближе к миду. Ну, а пятерка и тройка у нас здесь воюют на банане. Свет мид убивает фейза. Да еще и свет мид Горюкорио делает даблкил. Банан прочищен. Нормально все сделали ребята. Вышли, задавили под две флешечки. Очень грамотно, качественно, красиво. И вот я думаю, что все-таки преимущество 5-3. Парни да и не растеряют. Хотя, хотя, хотя поживем и увидим. Посмотрим, как у нас здесь что будет. Хороший молотом. Потушить его совершенно нечего. Только что откунул смоук Энж далеко и неправильно. Вот так. Ну и база очнулся с пистолетом. Бегает все в порядке. Ну при таких раскладах сейвить, наверное, смысла нету особо, да? База тут вообще с ума сходит. Прыгает что-то по огню. Флешка прикольная очень. Вот это вот надо запомнить. Отбивается от потолка. Летит куда надо. Молтовы пошли. Ну и пошел прием. Пошел прием от игроков Диффанса. Энж у нас стоит. Посмотрите, в какой позиции. Получается! Бонец! Простите, Факсер. А вот это ошибка от Факсера. Если бы он сейчас убивал игрока, то было бы все окей. Так он не успевает поставить бомб. Удевайся еще и отдаем. Да, ГГ. Факсер тут играл супер плохо. Промахнулся по игроку, который убивал бомб-керри команды. Ну и в итоге все вышло как вышло. 13-9. Продолжаем, продолжаем наблюдение. Так, тут мне скинули одну фоточку. Подождите секунду. Дайте кого-то что гляну. Это что за игрок там был? Не могу я даже сказать, кто это. Ну ладно. Ну что, едем дальше. Едем дальше. Опа. Удается. Рог убивает здесь базу. Он перестреливает его. Факсер проходит дальше. Чекает право. Почему-то не чекает лево совершенно. Это очень странно так и вышло. Ну ладно. Оставим это на его совести. Так, услышал игрока, который находится слева. Парни, это называется зашквар. Это называется зашквар. То, что сейчас сделал Факсер. Ну, такое себе. Бомба несется очень быстро на точку Б. Фостер также прекрасно понимает, что тут нужно спасать ситуацию и рвать когти. Смог положил неплохо очень Факсер. Ну и ситуация 2 в 2. Нужно делать ритейк. Очень далеко находится Илди. Фостер его, конечно же, ждет. Киты имеются. Два молотовых. В общем, попытаться стоит. Попытаться стоит. Включу я Факсера. Без X-Ray я его включу. Вот интересно посмотреть за этим игроком. Да, хороший выстрел. Фостер убивает сейчас Факсера. Ну и последний остается у нас Ксенон. Опа. Отличный выпад. И Ксенон убивает своего оппонента. 14-9. 14-9. Ну и денег совершенно никаких нет у Sweet Meat. Мне кажется, это тотальнейшее ЭГГ. Нужно отдавать ничью. Нужно отдавать ничью. Форсбай смысла делать совершенно никакого нету. Потому что два раунда Форсбай. Ну, прекрасно все понимают, что тут будет полная беда. Контролируется банан Факсером. Ух ты, хорошо. Пистолеты начали работать. Пропустил я этот момент. Ну и игрок девятой позиции уже уходит глубоко в плен. Дабы не оказаться убитым от Факсера. Включает тот П-250. Чекает все точки. И дает хорошую флешку. Ну что, пошла жара. Пошла вода горячая. Everything слепой полностью. Увидит игрока. Но тот играет просто прекрасно. Ну и последний Факсер остается. Будет тащить. Он пытается тащить как-то. Каким-либо образом. Идет дальше в упор. Шифтом. Так. Сюда не идет. Потому что не хочет, наверное, палиться или что. Тут игрок стоял в упоре. Это все очень просто для Факсера. Да, вот он. Даже направо не смотрит никуда. Ну, так. Да, не получилось. С него ничего я сделал. Профит троих игроков. 14-10. Хорошо, что не выходили с вид-мид. Они прекрасно понимали, что должна быть установлена бомба. Тогда парни все вместе выйдут. Иначе вот эти фейк-разводки под установленные пленты, они обычно ничем хорошим не заканчиваются. Но на 180 градусов тут очень трудно было дать хедшот. представителю Девиос, поэтому все вышло как вышло. Экономический раунд, посмотрите. Доигрались, дожились Девиос. Но, в принципе, они могут себе это позволить. И начинается свит-мид. Начинается свой, точнее, свой камбэк. На этой карте ребятам, игрока шестой позиции сейчас будет очень жестко зажимать. Здесь молотов очень поздний. Один игрок уже проходит дальше. Фостер подстраховывает Вилди. Который пока что потерялся на карте. Наверное, у него и фрагов мало. Да, один из фрагов всего лишь. Это самый плохой показатель за команду. Ну и Факсор в фулк-бландии. Ничего, конечно, он же не сможет здесь сделать. Ксенон остается последний против целой плеяды игроков. Если сказать правдиво, то прям против пятерых. Зачем игрок седьмой позиции стягивается на точку Б? Я поняли, там немножко не могу. Это полбеды. Ага, руку увидел. Руку увидел. Сейчас будет пытаться воевать. Но войны тут особо не получится. Потому что уже с правой стороны пришел игрок. И убивает в голову Ксенона, который был вообще даже без армора. Но, само собой разумеется, это был экономический раунд. В итоге у меня 14-11. Всего лишь 3 раунда остается у Sweet Mead, чтобы догнать Дэвиус. База покупает трактор, как мы видим. Everything seems good. Стоит, что АФК-шит. Но нет, все нормально. Купил он все гранаты. Ну и смотрим. Энж хорошо. Сыграл со своим тиммейтом. Вскоре сделали выпад. Убили Ксенона. Дали очень хороший дэмэдж по Everything. И теперь отходят они глубоко под точку Б. Правда, правда, правда. Посмотрите. Ребята здесь решили сделать неплохой выпад на именно эту точку. Все вместе. Ну, тут они что-то решили еще и понатопать. Прострелы не работают. Но зато эти прострелы палят две позиции, в которые находятся игроки. И сейчас под какую-нибудь одну флешку ребята будут выходить и будут творить дичь. Смок в миддл. Это фейк. Это стопроцентный фейк. Прекрасно это понимают игроки Диффанса. Хорошо работает здесь Кори. Делает один важный минус по фейсу. Энж. Неплохо. Но его также разменивают. Факсер теперь остается против Everything. Посмотрим за Факсером. Что он сможет сделать. 34 фрага наколотил. Посмотрите на 11. Очень интересно. Давай. Давай, Факсер, давай. Без X-Ray. Я вот слушаю все, что происходит сейчас на карте. Убивают теперь Everything. Ого. Хороший минус. Отвел Дием. И бомба раздифьюжена. 14-12. Эстония. Детка, это просто космос, да? Хакер, хакер. Кид весь молпенец. Ну, понятно, в общем, что тут пишут. Что еще тут напишут? Я вот как зашел посмотреть профайл. Ой, извините, конечно. Зашел посмотреть профайл, что пишет про Факсера. Конечно, мало чего приятного, я вам скажу. Ну, возможно, либо он хорошо играет, либо хорошо скрывает свои читы. Я думаю, что все-таки хорошо играет. Выход на точку А готовится. Седьмая позиция очень глубоко располагается. Вилди будет играть на перекрестной огоне. Видимо, все как это будет. Но если парни будут идти близко к сену, то Вилди не сможет никого убить. Тем более, что атака движется у нас на АВП Рокки. Посмотрим, как это все будет. Хороший минус от Рокки. Один успел пройти на сити. Рокка это прекрасно понимает. Но это был Факсер. Посмотрите, это тот человек, который понимает, что происходит. Ой-ой-ой. Неосторожно сыграл Вилди. Неосторожно сыграл Рокка. Ну и в итоге все получилось. Получилось. Еще и с разворота Факсер убивает Фосфора. Мда. Один игрок развалил 4х сразу. И девятая позиция спешит здесь на ретейк. Но в его случае, конечно, проще пойти, наверное, на ССС. Дайдевайс Энжу. Но я решил им пойти отдаться. Три матчпоинта. 15-12. Девиус имеют хорошие шансы на то, чтобы выйти в основной этап. АО «Капа» с призовым фондом 240 тысяч рублей. Побороться за солидные призовые. Смок, молот, все что угодно. На банан даже не суйтесь, ребята. Потому что у вас там будут большие проблемы. Так, мы видим тут все железобетон. Но база пошел. База пошел. Опа. Выходит, убивает Энжа. И снайпер неплохо работает. От Рокки. Правда, здесь Факса. Тот самый Факсер, который не хочет продлевать игру. Не хочет далее пытаться, чтобы Диффенс как-то затащил эти раунды. Правда, здесь он ошибается. Убивает здесь Кори. Берет нож в руки, но Фостер в него не попадает. В итоге парни остаются в клещах. Зажатых. Шестерка у нас находится очень глубоко. На позиции Плантам. Семерка у нас играет уже на Банане. Ну и вся движуха Пепси идет у нас на точку А. Если, конечно, здесь снова игрока в Планте будут вырубать этого Вилди... То, конечно, тут будут большие проблемы. Ну что, Плант идет. По-тиху, по-малу. Будет чекаться все, что только можно. Фейс. Спиной выходит. Его вырубает. Ну и Everything Seems Good, наверное, тоже тут же где-то. Вилди. Это прекрасно чувствует. Бомба будет установлена. Времени еще хватает. Семерка у нас обходит в спину. Это Фостер. Ну и Everything остается один-одинешенек. Один в один, я бы даже так сказал. Пытается затащить. Много очень смоков. ЧЕГО? Ну ладно, ГГМ. В любом случае, я вот там даже ничего не увидел. Странно. Ну ладно, поздравляем Дэвиус с выходом в основной этап. АО Капа. АО Капа. АО Капа.